Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о том, что же нам мешает стать нормальными андроид разработчиками, что нас отвлекает в процессе обучения. Конечно, отвлекают нас очень множество вещей, но есть одна вещь, комплекс вещей, которые воедино отвлекают больше всего от развития и от обучения. Сегодня я вам расскажу, как отвлечься от всего этого, как максимально сконцентрироваться на обучении и не позволять растрачивать свое время зря и не позволять никому вам навешивать свою политику и мешать вам стать андроид разработчиками. Сегодня, в общем-то, будет, наверное, коротенькое видео, но, тем не менее, я считаю важным об этом сказать. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Больше всего нас отвлекают, скажем так, сервисы потребления контента. Большей части это относится к социальной сети. Действительно, вспомните себя, как часто вы с утра заходите во ВКонтакте и начинаете листать ленту. Обычно мы листаем, наверное, скорее всего, группы, паблики, в котором состоим, проверяем свои сообщения, отвечаем на сообщения. В меньшей степени нас отвлекают мессенджеры, потому что обычно в мессенджерах нам пишут люди, которые мы лично знаем, и нам всегда нужно ответить. Но соцсети отвлекают больше всего. И вот вы начинаете питаться этим контентом, как зомби какой-то, начинаете листать, листать, листать и терять драгоценное время. И вот вы уже не замечаете, как проходит несколько часов. От соцсетей нужно отвлекаться. Кроме того, очень часто нас отвлекают различный подбор новостей. Будь то либо YouTube, будь то тот же Twitter, да, либо другие социальные сети. То есть все новостные порталы, они, скажем так, заточены на то, чтобы мы, то есть вы как пользователи, максимально проводили там время. И читали, 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 оставляли комментарии, максимально вас пытаются затаскивать в эти сети. Тем самым забирают у вас ваше драгоценное время, которое вы могли потратить либо на самоубличение, либо на создание каких-то проектов. От этого тоже всего нужно отвлекаться. Вы запомните одну вещь, что, ну это опять же мое мнение, что просмотр новостей это самая бесполезная вещь, которую вы можете сделать для себя. Потому что я понимаю просмотр новостей в вашей сфере. Например, в Android разработке вы можете посмотреть, что новое появилось, какие новые фреймворки, какие новые технологии, что вы можете использовать, какие библиотеки можете потянуть. Но опять же это все вы сможете узнать, когда столкнетесь в процессе реальной разработки, работая над своим проектом в процессе гугления. Отдельно просматривать, возможно, это не стоит. Можно выделять на это в какой-то день выходные, но не так, чтобы сидеть целыми днями. Есть такая вещь, есть такое мнение о том, что по факту, да, но по факту просмотр новостей обычных это самая бесполезная вещь. Вы по факту ничего не можете изменить, а из вас делают зомби, затягивают как зомбака такого, который будет сидеть, читать, 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 читать новости, смотреть, смотреть, смотреть и все. Вы делаете вред только себе, так как забираете у себя драгоценное время. И так мы определились, что максимальное ваше время отвлекают социальные сети, в меньшей степени мессенджеры, потому что нам нужно всегда ответить на сообщения наших близких, родственников, знакомых и в большей степени новостные порталы. По поводу мессенджеров я хочу сказать, что как тут ограничить. Просто выделить, допустим, для себя час времени, когда вы упорно работаете и не отвлекаетесь ни на какие сообщения. И просто отключаетесь. В целом, похожая ситуация и с социальными сетями. То есть, я вам советую выработать для себя график, потому что долго сидеть за компьютером, работать, это тоже вредно. Вы должны сделать так. Вы определяете 2 часа себе времени, когда вас ничего не отвлекает, отключайте все соцсети, все мессенджеры, все. И сосредотачивайтесь на разработке, либо на обучении, либо на то, что вы поставили перед собой. Далее делайте 1 час перерыв, идете на прогулку куда-нибудь на улицу, подышать свежим воздухом. И в этот момент можете включить соцсети, ответить на все сообщения и все, что вы пропустили. Можете почитать новости, если для вас это так важно, вы без новостей не можете. Потом опять на 2 часа, все, отключайте, работаете дальше. Потом также идете на час на прогулку и потом на 2 часа. Ну, в принципе, 6 часов в день работать, это вот нормально. То есть, 3 идете, ставите себе период работы, 3 по 2 часа и потом между каждым по часу перерыв. Ну и вечер вы можете выделить для себя, ну, обычно на какое-то развлечение, потому что если все время работать, вы просто очень быстро выгорите и не нужно так себе нагружать, нагружать 6-8 часов в день, это более чем достаточно. Теперь еще такой вопрос, когда лучше обучаться. Я считаю, что обучаться лучше с утра. Тут первые 2 часа утром. Это идеальное время для обучения. Мозги еще свежие. Вечером все-таки уже мозги плохо соображают, сложнее обучаться. Можно 2 часа утром обучиться, да, а остальное время, какой период выделяете, по 2 часа выделить под работу. Это очень важно. И главное, нужно соблюдать график и не отвлекаться от этого графика. Если вы будете делать так, как я вам рекомендую в этом видео, то тогда у вас не будет проблем ни с мотивацией, ни с процессом обучения, ни с процессом разработки. Вы не будете заходить в тупик. Новости вас будут не отвлекать, меньше будете нервничать, больше сосредоточьтесь на работе, и все у вас будет хорошо. В целом, это такое вот короткое видео у меня получилось. Я считаю важным об этом сказать, потому что сам не расталкивался с подобным явлением, и это явление глубоко психологическое, и его по-другому никак не решить, только игнорируя обстоятельства, которые вас приводят к этому психологическому состоянию. Поэтому очень важно, когда вы работаете, отключать все внешние раздражители. Все. И максимально, если вы работаете из дома, максимально просите, чтобы вас дома никто не отвлекал, если вы живете не один. Это очень важно. Нужно сосредоточиться, работать, работать, и тогда будет все у вас очень даже хорошо. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих видео. Всем пока.